Здравствуйте, уважаемые соотечественники, я начинаю свой прямой эфир и прошу подтвердить, что меня хорошо слышно. Судя по всему, на наших прямых эфирах режим начал повторять свои старые приемы, которые более двух лет существовали. Последние несколько месяцев казалось, что прекратили такого рода ограничения по интернету, но сейчас идут повсеместные жалобы после всей стране. Поэтому, уважаемые друзья, я прошу подтвердить ситуацию с интернетом. С VPN вы выходите или нет, блокирует Telegram или нет на данный момент. Но вчера и на предыдущих эфиров, которые я выходил, YouTube, Instagram и так далее, все эти дни наши прямые эфиры блокировались. Уважаемые друзья, сегодня мир отмечает Всемирный день защиты прав человека. И Казахстан, конечно же, тоже декларирует, что он является членом ООН и также благополучно посылает отчеты, что с правами человека у нас все в порядке. Вы прекрасно знаете, что сейчас режим начал осуществлять примитивную задержку активистов накануне 16 декабря. Для Назарбаева 16 декабря это кошмарный день, хоть он говорил, что 16 декабря в 1986 году, якобы он шел во главе колонны молодежи, якобы он сделал свой выбор в жизни и так далее. Конечно же, он писал, я не знаю, для кого, потому что никто ему не верит. Все прекрасно знают, что он стоял на противоположной стороне, стороне, которая подвергала репрессии молодежь 1986 года. Понятно, что вся страна ему не верит, не верит, что он стоял во главе колонны. И он, хотя даже объявил 16 декабря Днем Независимости, мы все прекрасно знаем, что именно в эти дни он проявил себя как враг нашего народа, враг нации. Потому что если в 1986 году он был во главе тех, кто преследовал молодежь, то уже в 2011 году это шло не просто преследование, а расстрел мирных граждан Джанаузеня, которые просто стояли на площади, и полиция была заранее переброшена со всех регионов Казахстана, минимум 10 тысяч человек. Заранее было продумано, и этот день он хотел запугать все граждан страны, чтобы все помнили, что якобы в случае чего Назарбаев может применить и оружие против своего народа. Поэтому этот день для него стал кошмаром, не каким-то праздником, не Днем Независимости. Вы знаете, что чиновники в этот день дежурно выходят светами, говорят какие-то дежурные фразы и быстро смываются с мест проведения вот такого рода публичных мероприятий. И вы знаете, что Назарбаев тоже в этот день нигде не появляется. Он на самом деле боится, боится, что именно 16 декабря произойдут очень серьезные события, которые приведут к потере власти Назарбаевым и его семьей. Поэтому он панически боится 16 декабря. Вы знаете, что 16 декабря наша полиция начинает работать в режиме максимальной боевой готовности. Вы знаете, что 16 декабря обычно студентов блокируют в обширитех или в Алма-Ате, в частности, их принуждает, чтобы они уехали на искусственные каникулы. То есть, одним словом, 16 декабря Назарбаев такой кошмар, что заранее у людей берут расписки, что они не будут выходить на миссинге, хотя 16-17 декабря считается официально праздничным днем. Люди в эти дни вспоминают тех, кто пострадал в событиях 1986 года, 2011 года, выходят с портретами, возлагают цветы и венки. Есть специальные места жертвам этих репрессий, в Алматы и других городах. И, тем не менее, мы знаем, когда полиция так или иначе цеплялась к людям и задерживала, правда, обвиняя их в совершенно других нарушениях. Сейчас вы видите, как гражданских активистов вчера превентивно стали задерживать. И в связи с тем, что это делает власть регулярно, несколько дней назад активисты сами пошли в полицию и требовали, чтобы их заранее допросили. Они прекрасно знали, что будут превентивные задержания или будут превентивные приглашения на допрос. И 6 декабря активисты пришли в департамент полиции с требованием, чтобы их принял начальник следственного управления Добенов, это в Астане, и допросил их сейчас, именно 6 декабря, чтобы люди могли реализовать свое право выйти на митинг, реализовать свои гражданские права. Это было 6 декабря. Вот сегодня пришла информация, что вчера несколько человек задержали, кому-то дали 10 суток, кому-то 13 суток. Вот. И вы видели, что Аня Шукеева сегодня была с группой активистов в департаменте полиции и требовала дать объяснение, почему этих людей задержали. На что полицейский заявил, что эти люди были задержаны решением административного суда по 10-13 суток. И тогда она предложила задержать всех, кто был 26-27 ноября у офиса представительства Европейского сообщества, когда приезжали дипломаты, министры Европейского сообщества, чтобы промониторить, каким образом выполняется соглашение между Европейским сообществом и Казахстаном. Вот. Вы видите, что власти, по сути дела, вдогонку пытаются людей задержать, хотя вообще закон гласит, что людей должны, если они нарушили какие-то нормы закона, скажем, им вменить эти нарушения сразу или не более в течение трёх суток. А трое суток, вот уже, собственно, уже прошло, сегодня 10-е число, тем не менее, людей продолжают задерживать. Вчера какую-то часть задержали, и всем вменяют, что якобы они 26-27 ноября были якобы на несанкционированном митинге. То есть трое суток уже давно прошло. И по сути власть, не заполняя никакие протоколы, специально задерживают их в такие дни, и затем административный суд даёт им определённое время, содержание под арестом, так, чтобы наши активисты не попали на митинги 16 декабря. Вот видите, какие незаконные приёмы. И это всё происходит в те дни, когда мир отмечает Всемирный день защиты прав человека. Как вы знаете, права человека — это неотъёмлемое право каждого человека, вне зависимости от его национальности, места жительства, пола, цвета кожи, религии, языка или любых других признаков. Все люди на планете располагают правами человека и исключаются при этом любого рода дискриминации. То есть этот принцип универсальный. Это основа международного права в области прав человека. Этот принцип впервые приобрёл особое значение в связи с принятием всеобщей декларации прав человека в 1948 году, после такой опустошительной Второй мировой войны. Вот начиная с 1950 года, этот день отмечается практически во всех странах мира, которые являются членами ООН. На Всемирной конференции по правам человека в 1993 году в Вене было заявлено и отмечено, что поощрение и защита прав человека и основных свобод — это обязанность государства, независимая от его политической, экономической и культурной системы. Уважаемые друзья, я помню, как год назад, два года назад, было немало людей, которые требовали именно, чтобы закон действовал исключительно по национальному признаку, как люди говорили, вот для нас, для казаха должны быть законы, особые условия и всё прочее. Мир давно от этого отошёл. Есть принцип гражданства. И в каждом государстве любой человек, независимо от его этнической принадлежности, равен перед законом. И все права у всех одинаковые. И работает принцип гражданства, и работает принцип прав человека. Я хотел бы просто привести пример, когда в 2013 году режим Назарбаева похитил мою семью, мою жену и шестилетнюю дочь из Италии. Помню, развернулся гигантский скандал. Сначала дети, где училась моя маленькая дочь, вместе с родителями, публично обратились к президенту Италии, правительству, с требованием, чтобы Италия немедленно вернула похищенную семью обратно в Рим. Это было в конце мая, 31 мая, если быть точным, 2013 года. Обратите внимание. Моя жена и дочь не были гражданами Италии. Они просто фактически были там туристами, которые просто пользовались возможностью, которую дала страна, европейское сообщество. У меня дочь ходила в школу, семья снимала там жилье. Мы фактически, моя семья фактически пряталась от преследования со стороны режима Назарбаева. И обратите внимание, хотя они не являлись гражданами страны, они пользовались всеми возможностями человека, так называемых прав человека. Когда никто не имеет права их преследовать, никто не имеет права дискриминировать, никто не имеет права преследовать по политическому признаку, никто не имеет права, используя властные полномочия, нарушать законы европейского сообщества, конвенции европейские по защите прав беженцев. И вот смотрите, вся Италия буквально встала на уши. Еврокомиссия сделала специальное заявление. Президент Италии сказал, что это позор Италии. Очень многие граждане говорили, что если эта семья не будет возвращена обратно в Италию, они откажутся от гражданства Италии, потому что для Италии позор. Позор, что представители авторитарной страны криминальным способом сумели похитить мою семью из Италии. В парламенте разразился кризис. Депутаты требовали отставки. Отставки Берлускони, отставки премьер-министра, отставки вице-премьера, министра МВД. То есть фактически происходило голосование, и часть оппозиционно настроенных политиков требовали, чтобы правительство ушло в отставку. Это был жесточайший кризис в Италии. А возможно ли такое у нас, чтобы, например, граждане чужой страны, например, Узбекистана, были бы депортированы незаконно, нарушение международной конвенции из Казахстана в Узбекистан, чтобы наши граждане стали, что называется, на уши, в один голос стали возмущаться, чтобы у нас был правительственный кризис, чтобы были заявления со стороны наших граждан, что нарушаются права человека, что это бесчеловечно бросать людей обратно в руки авторитарного режима, где пытки, где происходят убийства, где идут преследования по политическим мотивам. Возможно ли было у нас такое в Казахстане, если бы это происходило, например, с гражданами Узбекистана, которые каким-то образом попали в Казахстан? Вы все прекрасно знаете заранее ответ – нет. К сожалению, наши граждане были бы равнодушны, в основном своей массе, только узкая часть бы реагировала, и власть просто спокойно передала бы соседнему государству и не обращала внимания на права человека. Вы прекрасно понимаете, что это государство под названием Казахстан не исполняет никакие международные конвенции, не исполняется просто права наших граждан, не исполняется права человека. Посмотрите, что пишет Казахбатар. Он говорит, например, мы будем русских сажать в лагеря перевоспитания, Россия нас задает, а ШАЛ, наоборот, будет служить Китаю. Видите, он производит деление, он не делит людей граждан, не граждан, он уже автоматически делит людей по национальному признаку. Вот, собственно, этим власть и пользуется. Делит наших граждан на русский, казахов, уйгур, узбеков, кого угодно, стравливает между собой, пользуется тем, и мы не можем обедниться, мы все время цепляемся за вероисповедание, говорим, ты веришь Аллаха, не веришь, ты там говоришь на казахском, не говоришь, ты вообще откуда взялся, ты западный казах, южный казах, и так далее. Вот, собственно, это происходит разделение. Наши граждане очень плохо понимают, что есть базовые права, базовые права человека. Главный принцип. Если закон соблюдает права человека, независимо от его национальности, независимо от его вероисповедания, просто человека, который находится в этой стране, тогда законы работают. Вот я вам пример Италии привел, когда 7 месяцев итальянское правительство давило на Назарбаева, 7 месяцев европейское сообщество, а это 28 стран, оказывали методичное дипломатическое давление. И это все привело к тому, что моя жена не попала в тюрьму, а были угрозы, что мою дочь отдадут детский дом, жену посадят в тюрьму. Все эти реальные были угрозы. Но после того, как европейское сообщество мощно надавило, Назарбаев вынужден был их вернуть обратно, где они получили в течение буквально трех недель политическое убийство. Это было беспрецедентно на территории Италии. Сейчас в Италии идут суды. Суды над теми, кто участвовал в похищении. В неделю два заседания. Многим представителям полиции предъявлено обвинение. Наши дипломаты бежали из Италии. Кто-то работает в Мексике. Кого-то сами представители Назарбаева, КНБ арестовали. Но по другим обвинениям. Вот вы понимаете, что такое права человека для Европы? Здесь на твою национальность никто не смотрит. Здесь смотрит человек ты или не человек. Вот собственно это. И у тебя базово защищены права. Я здесь не гражданин Франции. Но именно Франция мне дала убежище. Франция меня защищает от преследований со стороны Казахстана. И Назарбаев давно бы меня ликвидировал, если бы какая-то была слабая страна. Он прекрасно понимает, что эта страна обладает широчайшими возможностями, санкционными, политическими, любыми другими, что преступление на территории этого государства приведет к страшным последствиям для режима Назарбаева. Уважаемые друзья, когда мы придем к власти именно ДВК, партии ДВК, правительство ДВК, мы в первую очередь будем ориентироваться на принцип, на фундаментальные права человека. В первую очередь мы будем ориентироваться, что все граждане Казахстана равны перед законом. Мы будем защищать права любого человека, который попадает на территорию нашей страны, независимо от его этнической принадлежности. Каждый человек будет выполнять законы нашей страны. Мы, как страна, будем выполнять все международные соглашения, которые подписал Казахстан. Это будет нашим безусловным обязательством. Это будет безусловное обязательство защищать интересы человека. В первую очередь я хочу отметить, что сейчас в мире происходят серьезные изменения. Обратите внимание, вот Россия в 2014 году захватила Крым, захватила восточную часть Украины и идет непрерывное давление со стороны Америки. Санкции сыпятся и сыпятся на Россию. Европа каждый год продлевает санкции. Сейчас идут переговоры, и восточная часть Украины в любом случае видно, что шаг с жасагом она будет возвращена. Возвращена Украине. Стоит проблема по Крыму, но цена вопроса за то, что произошла агрессия и захват Крыма, она будет огромная. И до тех пор, пока Крым не будет возвращен к Украине, Россия все время будет находиться в режиме санкций. Вчера была распространена хорошая новость. Евросоюз объявил о том, что они примут аналог закона Магницкого, как акт Магниц, который известен в мире. Этот закон был в 2012 году принят в Соединенных Штатах Америки. Он был направлен на борьбу против диктаторских режимов, на защиту прав человека. Вы знаете, этот закон был принят и назван законом Магницкого, потому что в России был замучен юрист Сергей Магницкий. И Уилл Браудер инициировал принятие такого закона, который бы преследовало всех тех, кто участвовал в коррупционных преступлениях, кто участвовал в нарушении прав человека. И в 2012 году был принят глобальный закон Магницкого в США. В соответствии с этим законом, его можно применять против любого чиновника, любого человека, любого государства. И сейчас он, конечно, в большей степени применялся до последнего момента против российских чиновников, которые были повинны к гибели Сергея Магницкого. Затем этот закон был принят в Англии, был принят в Канаде, принят в Балтийских странах, в Эстонии. Сейчас Европейский Союз взял на себя обязательство, что в течение полугода этот закон будет разработан, в том числе и Евросоюзе, а затем будет принят всеми странами Евросоюза, 28 странами. Вы должны понимать, что этот закон будет аналог американского, и мы тогда можем апеллировать, обращаться в Евросоюз, судебные органы, по нарушению прав человека, именно прав человека. Понимаете? То есть права человека — это глобальное право, фундаментальное право. Его подписывали участники, члены ООН. Казахстан является членом ООН. То есть фактически у нас будет возможность апеллировать не только в Соединенные Штаты Америки, Канаду или Балтийские страны, но и в страны Евросоюза. То есть вы представляете, какой глобальный закон, и у нас это будет инструмент давления на всех тех чиновников, во главе с Назарбаевым, который нарушает права человека, который подвергает пыткам и преследованиям гражданских активистов. То есть вчера был очень важный день. Вчера же была повторная резолюция ООН по Крыму. Россия обвинялась в экспансии захвата Крыма, обвинялась в том, что ее войска в реальности находятся и на востоке Украины, в Донбассе. Резолюция охватывала действия России по Азовскому морю. То есть все последние конфликты, которые были связаны с захватом украинских судов, все это было в резолюции оговорено и озвучено. Это вторая резолюция по Крыму. Поэтому вы должны понимать, я знаю, что еще в нашей стране очень много людей, которые попали под пропаганду российских каналов. Они говорят, что Крым исторически был наш. Это все ерунда. В 1994 году было подписано соглашение, когда Украина отдала свое ядерное вооружение. Россия, Америка и Англия, ряд других стран дали гарантии незыблемости границ. Все эти границы были поделены, когда Советский Союз распался. Советское имущество было поделено, обязательства тоже были поделены, границы были расписаны. И Россия в лице Ельцина взяла на себя обязательство, что границы Украины будут незыблены. И когда в власть пришел Путин, все эти договора тоже были подтверждены. И поэтому все те, кто говорит, что якобы Крым был всегда российским, это просто зомби, жертвы российской пропаганды. Если действовать по такому принципу, то тогда Путин скажет, вообще все, что вокруг есть, бывшие союзные республики, в том числе и Казахстан, они принадлежат России. И будет говорить, оправдывать вот войск соседней республики. Вы понимаете, да, что есть договора, границы зафиксированы, и все такого рода объяснения, они не имеют под собой никакого основания, нет никаких соглашений, подтверждающих эту позицию. Это квалифицироваться в мире будет как акт агрессии. И надо четко понимать, если мы поддерживаем в России вопросы по Крыму, то завтра Путин придет, завоюет западную часть, например, Казахстана, они именно эту часть хотят, не северную, которая фактически пустынная, а именно западную часть, потому что в западной части находятся основные богатства Казахстана, нефтегазовые месторождения. И на меня выходили в свое время представители ФСБ, пытались меня убедить, чтобы я сотрудничал с Путиным, я отказался, тогда они мне все время говорили, что нас интересует западная часть Казахстана, чтобы не было иллюзий. Вот, собственно, тогда что будет? Мы, если будем поддерживать Россию, говорить, да, Крым российский, что никаких нарушений не было, международных договоров, то не удивляйтесь, что завтра будет, таким же образом, агрессивные действия, будет отрезана западная часть Казахстана, нефтяносная, и фактически это приведет к краху, экономическому краху нашей страны. Поэтому, уважаемые друзья, мы должны действовать так же, как ведущие страны мира, мы должны знать, что существуют международные договора, мы должны прекратить верить в российской пропаганде, именно пропаганде Путина, мы все должны стать в итоге цивилизованными странами и руководствовать всеми принципами, которые руководствуют страны ООН. И, безусловно, права человека являются фундаментальным принципом на защиту, которые должны стоять мы, когда будем руководить государством, как граждане, это должен быть основной принцип, которым руководствуется наша страна, если мы хотим быть реально цивилизованной страной, быть членом ООН и стать сильной страной во всех отношениях. Меня здесь спрашивает, почему наш Рихас Тухаев сказал, что Крым российский, он же попугай, он повторяет слова Назарбаева, он по-другому не мог сказать, потому что Казахстан дважды поддерживал Россию, когда Генеральная Ассамблея ООН принимала резолюции, осуждающие действия России по Крыму и Востоку, Казахстан дважды в резолюции не соглашался с основными ведущими странами мира и вместе с Россией, Белоруссией, рядом стран центрально-азиатских поддерживал Россию, поэтому то, что наша мебель Джихас озвучила, это не его позиция, это позиция Назарбаева, поэтому он его и озвучивал, говорил, что это не аннексия, Крым российский, все прочее, у него нет своего мнения, это, я же говорю, это просто мебель, которая скрипит ровно так, как ему позволяется. Здесь у меня спрашивают по экономике России, но экономика России, она тоже сырьевая, как ее назвали в свое время, бензоколонкой, в основном она производит нефть и газ, газа больше всех в мире, нефть России приблизительно на уровне Саудовской Аравии производит и все. А так, все, что было в Советском Союзе, что оно осталось, конечно, большая часть упала, доля России, мировой экономики, менее 1%, то есть мир может даже не заметить Россию, чтобы вы понимали, да, у них нет никакой серьезной экономики, лекарства, машиностроение, одежда, товар легкой промышленности, все прочее, все импортируется, они практически все импортируют, также Казахстан. Конечно, они более диверсифицированы экономикой, чем у нас, но суть сильно не меняется. Это сырьевая страна и серьезные санкции еще мир не применял. Если мир откажется, например, покупать нефть, покупать металлы, то в течение трех месяцев экономика России просто упадет, рухнет, развал начнется мощнейший. Просто европейскому сообществу Америки это не нужно. Почему не нужно? Потому что в России живет больше 140 миллионов человек. Если там начнется развал экономики, то десятки миллионов беженцев куда хлынут? Они хлынут именно в Европу. Поэтому Европа не хочет их содержать. И поэтому, если санкции есть, они достаточно осторожные, хоть и ощутимые для российской экономики. Поэтому нельзя говорить, что у России сильная экономика и все прочее. ее уронить это 3-4 месяца. 3-4 месяца. Просто никто не хочет 50 миллионов или 60 миллионов беженцев получить на территорию своей страны. Вы видели, там в Сирии жило где-то около 20 миллионов человек, то миллионы беженцев, сирийцев 4 миллиона где-то беженцев в Турции, порядка 600 тысяч в Германии, там Иордания и другие рядом государства по миллиону имеют беженцев из Сирии. Это небольшая страна, где-то около 20 миллионов человек, по-моему, в населении было. Но в России все-таки почти 150 миллионов. Представьте, если 50 миллионов вклынуть беженцы по всему миру, миру станет кормить беженцев. Поэтому и Америка, и Европа осторожничает, в большей степени Европа, потому что они понимают, что завтра придется кормить вот этих 150 миллионов человек. Уважаемые друзья, я хотел бы вам напомнить, что 16 декабря это день-день памяти, не день независимости, день памяти. Вы видите, как власть пытается наиболее активных людей задержать. Вот сегодня наши активисты, именно гражданские активисты, они не заявляются, что являются членами ДВК, нам это не нужно. Они просто активные граждане. Они сегодня пришли в департамент полиции с требованиями, чтобы их принял Добенов, начальник следствия управления. И они все потребовали, чтобы освободили вот несколько человек, которых следственные органы задержали. И они пообещали, следственные органы, что вот мы будем изучать и всех тех, кто мы будем считать, вышли на несанкционированный митинг 26-27 ноября, будем преследовать. Видите, они пытаются запугать. Если совсем недавно, еще в марте этого года, в прошлом году, наши люди боялись, что даже просто полицейский подойдет, прятались за голубыми шарами, вы сейчас видите, они открыто идут в полицию, требуют, чтобы их допросили, ничего не бояться, и таких активистов немало. Ситуация очень сильно изменилась, уважаемые друзья, очень сильно изменилась, открыто народ сейчас критикует, и Назарбаева, и Такаева. Вы видите, активисты сами разворачивают те или иные акции. мы понимаем, что 16 декабря именно в этом году людей будет очень много на этих акциях, потому что власти очень трудно задерживать людей 16 декабря. 16 декабря традиционно люди возлагают цветы, венки, памятникам. Это не то, что право, это безусловное право каждого гражданина. Более того, именно 16 декабря и 17-го это государственный праздник, праздник независимости. И именно в эти дни и правительство, и чиновники акиматов идут к этим памятникам, возлагают цветы, говорят речи. И поэтому вы сами понимаете, полиции будет трудно проводить превентивное задержание именно 16-го числа. Именно поэтому полиция придумывает разные причины, чтобы задержать активистов заранее. Не за то, что они 16 декабря вышли, а обвините в каких-то других нарушениях. Поэтому те, кто считает, что их могут задержать и они хотели бы участвовать в митингах 16-го декабря, я думаю, что вы уже все подготовлены, знаете, где заранее нужно переместиться, чтобы попасть на акцию протеста 16-го декабря. В этом году 16-го декабря и в Алматы, и в Астане будет немало людей и в этом году будет беспрецедентно много людей в регионах, потому что наши люди уже прошли период тренировки. Мы в этом году проводили немало акций. За последние полтора года мы провели около 20-ти различных акций, митингов, пикетов и все прочее. Минимум около 20-ти. И поэтому, конечно же, это и есть своеобразная тренировка. Вы помните, 9-го июня власти задержали около 5-ти тысяч человек и развозили людей, арестовывали по разным районным следственным изоляторам. Это никого не напугало. Нам активисты пишут, они ведут прямые репортажи прямо из помещений полиции. Именно когда людей задерживали, они в тот день в департаментах полиции организовывали своего рода митинги, акции протеста прямо внутри полиции, прямо в СИЗО. Вы сейчас видите, что сопротивление расширяется. У нас акции активисты проводят за рубежом в разных странах. Недавно вы видели, что в Нью-Йорке довольно большое количество людей вышло на акции протеста. Это будет только расширяться и расширяться. Так что, уважаемые друзья, вы видите, что активность людей совершенно другая. Если раньше мы именно из центра, из нашего штаба буквально ежедневно выступали, призывали действовать, мы обращались к активистам, подталкивали. Сейчас активисты идут впереди нас, штаб только координатор. Это очень хорошо, что у нас на местах появилось очень много лидеров. Я проводил в эфире, неожиданно так получилось, в инстаграме прямой эфир, Жанна вот в субботу проводила. Это именно по инициативе этих гражданских активистов. Этих активистов становится много, они сами проводят эфиры, сами между собой разговаривают, сами выходят на нас. Мы тоже ведем все эти эфиры. вы видите, ситуация кардинально поменялась. Вот так и должно быть в демократическом государстве, когда именно граждане активны, граждане берут на себя ответственность за развитие страны, именно граждане контролируют власть. Вы видели вчера в Украине, что происходило в Киеве? Когда Зеленский приехал в Париж, здесь встречаться с Путиным, здесь была нормандская четверка, тысячи людей стояли на улице Киева и говорили, что Зеленский ты не должен сдавать наши позиции. Они были своего рода как поддерживающие массы с одной стороны, но с другой они были как контролеры. Это был такой рычаг давления, если бы даже Зеленский не был подготовленным политиком, он прекрасно знал бы, что за его спиной стоит контролирующий народ, если он сделает ошибку, ему не простят и заставит двигаться в том направлении, который выгоден именно стране, гражданам Украины. Это активная часть граждан страны. Вы посмотрите, какие активные украинцы. Я вчера, честно говоря, смотрел и завидовал, завидовал, что они стоят допоздна на улицах, скандируют, идут прямые репортажи и они как бы говорят Зеленскому «Стой, не сдавай наши интересы, не гнись». У нас сейчас тоже этот процесс идет, активисты у нас расширяется их количество, они отражают и озвучивают свою позицию и мы завтра, когда придем во власть, я уверен, что именно народ будет контролировать власть, именно народ будет требовать провести диверсификацию экономики, именно народ будет следить за законностью, именно народ будет требовать, чтобы депутаты отражали интересы своего народа. все это возможно только тогда, когда действительно будет парламентская республика без должности президента, премьер-министр и правительство все будет назначено депутатами, а депутаты в свою очередь будут избраны народом. Только такая модель позволит построить именно демократическое государство, когда народ является источником власти, когда мы будем избирать акимов областей, городов, районов, судей, прокуроров, вот только тогда власть будет под контролем народа. Именно такое правительство, именно такое государство хотим мы построить политическое движение, демократические выборы Казахстана и сегодня наши активисты объединены именно этой целью. Мы работаем над решением этих задач и для этого главной целью является смена политического режима Нурсултана Назарбаева, его отстранение от власти, отстранение мирным способом на массовых митингах. Поэтому я уважаемые друзья призываю вас 16 декабря в 12 часов дня выйти на митинги по всей стране. Места обозначены. Админа, я прошу сейчас, пока я выступаю, сбрасывать места еще раз. 16 декабря, еще раз, хотя мы каждый день сбрасываем объявления, вот именно в этих местах собираются в том числе регионы. В 12 часов по местному времени идет возложение цветов, венков, выступают разные лидеры. Мы организовываем митинги по всей стране. Я знаю, что разные люди, движения, активисты, противники режима тоже объявили о проведении митинга 16 декабря в 12 часов дня. Я хочу сказать, что мы подняли планку очень высоко. Мы объявили первые, и об этом я еще вообще говорил в 2010 году, что у нас нет вариантов, как построить парламентскую республику без должности президента. И сейчас все те, кто заявляет, что они создают партии или какие-то движения, у них нет вариантов, как тоже сказать, что мы за парламентскую республику. видите, даже те, кого мы обвиняем, что они подставные партии власти, типа ДПК, Уян и так далее, они тоже заявляют о том, что нужно парламентскую республику строить. И опять же эти подставные партии, движения и так далее тоже объявили о проведении митингов 16 декабря в 12 часов дня фактически на тех самых местах. Поэтому мы все должны понимать, что если эти партии хотят существовать, если эти партии хотят завоевать голоса, если они хотят стать спарринг партнерами Нур-Атана, они будут спарринг партнерами, они все равно должны говорить те же самые слова, что и мы. Если они не будут это произносить, то сразу же на них будет пятно, что они партии власти. Поэтому они будут играть в такие игры. И у них трудные ситуации. Они вынуждены призывать на митинги в тех же самых местах, что мы организовываем. Власть вынуждена им приносить протоколы, вызывать на допросы, повестки, все прочее. Но вы все должны знать, мы получаем сообщение из недр полиции, что они тоже будут получать повестки, все прочее, но их задерживать власть не будет. Вот мы посмотрим, как их не будет задерживать, мы сразу будем понимать, что власть не может до конца играть в политику репрессии со своими же подставными партиями. Мы это сразу увидим по итогам 16 декабря. Здесь у меня спрашивает, как встреча прошла сержантом Тургумбаем. Это была обычная встреча, я просто знакомился в этом эфире, который сейчас стоит, активисты пригласили Мухтара Аблязова для разговора в Алматы, по-моему, называется на моем Ютьюбе, там все сказано. Поэтому на ваш вопрос уже отвечено, я оставил ролик, это просто было знакомство. Я хочу сказать следующее, что пока еще нет ни одной политической силы, которая была бы способна провести митинги. Кроме ДВК, никто в стране не проводил митинги. Были провластные, типа вот ояновцы, им дали возможность, там несколько десятков человек вышло и все, но их даже не задержали. Поэтому в реальности из оппозиционных сил мы только мы сейчас в состоянии организовывать митинги. А это о чем говорит? Говорит о том, что мы пользуемся довольно широкой поддержкой. Именно мы 9 июня вывели тысяч людей протестующих в Алмате и в Астане. Именно по нашему призыву вышли тысячи людей по всей стране с протестами против выборов по Такаеву. Вы все это помните. И никто другой это не смог организовать. Когда задаете вопросы по поводу сближения с каким-то движением, вы просто посмотрите, провели ли они хотя бы один митинг, провели ли они хотя бы один массовый пикет. Вот когда вы себе на эти вопросы ответите, тогда вы поймете, что сейчас, к сожалению, мы пока единственная политическая сила, которая представляет собой оппонирующую структуру власти. Именно тогда, когда мы организовываем митинги, власть блокирует эти места, пригоняет полицию, военных, все прочее. Больше нет ни одного движения, никакого, ни партии, ни политического движения, никакого, которая бы смогла сделать аналогичное. А раз так, то все ваши вопросы в пустоту. Поэтому, уважаемые друзья, вы должны понимать, что 16 декабря, это действительно очень важный день, 16 декабря у нас есть возможность и повод выйти как бы на день независимости и у власти руки связаны. И потому, как раз даже эти искусственные партии движения объявили 16 декабря в 12 часов дня, тоже призвали на митинги на те же самые места, вы понимаете, что людей в этом году должно быть значительно больше. Поэтому, давайте действовать. На митингах нужно проводить открытые прямые эфиры, делать фото и видеосъемку. Если кого-то полиция пытается задерживать, четко показывает, говорит, что меня преследует. Сейчас Казахстану приковано очень серьезно международное внимание. Это благодаря вашей активности. Вы знаете, что 14 марта была резолюция Европарламента, были слушания по правам человека. Именно там говорилось о том, что Казахстан неправомерно задержал более 500 человек на различных митингах и акциях. И эта работа наша за рубежом будет только усиливаться, и давление на Казахстан тоже будет наращиваться. И тот факт, что в ближайшие полгода будет принят закон аналог Магнитского в Европе, говорит о том, что во всем мире ведущих странах идет разворот в сторону прав человека, не просто декларации, а применяются различные механизмы, они разрабатываются, принимаются, чтобы затем оказывать давление на тельные страны, которые не выполняют взятые на себя международные обязательства. Так что 16 декабря действительно важный день, нам надо максимально использовать такого рода дни, максимально использовать для обеднения, максимально использовать для того, чтобы наш народ почувствовал свои силы. 9 июня я уверен, что многие из вас почувствовали, что если нас много, мы много можем что-то сделать, много можем что-то сделать. И 16 декабря я призываю вас действовать, приглашать ваших друзей, родственников, выходить как на праздник. И я уверен, что если нас там будет действительно огромное количество, эта власть дрогнет. И когда людей собирается много, сразу звучат нужные лозунги, шалкет, любые другие лозунги, которые фактически должны привести к смене этого политического режима. Когда активисты вышли в департамент полиции и говорили арестуете нас всех, вы видите, что эти активисты преодолели страх, они ничего не боятся, они четко понимают, чего они хотят, какие требования они реализуют, они ведут за собой других людей, подают пример, и они как бы предвестники этой свободы. Давайте действовать. 16 декабря в 12 часов дня по всему Казахстану мы призываем наших сограждан выйти на этот митинг, важнейший митинг страны. Я на сегодня эфир завершаю. Скорее всего будет эфир завтра. До встречи, Салвоксдар. До встречи в эфире завтра. Продолжение следует... Продолжение следует...